Добрый день! Мы сегодня снова встречаемся для изучения недельной главы. И по ошибке я приготовила сегодня комментарий к прошлой недельной главе. Но я думаю, что это не полностью... В ней, тем не менее, есть связь с нашей недельной главой, с главой Беху Катай, который, в общем-то, завершает заключение союза. В предыдущей недельной главе, которая обсуждалась на прошлой неделе, вот моя лекция сегодня будет в основном относиться к ней. И предыдущая недельная глава, она начиналась со слов с заповеди Шмиты, заповеди соблюдения седьмого года. И она начинается странными словами, что вот говорил бог евреям на горе Синаи. Это почти та же самая тема, тот же самый вопрос, который, в общем, возникал в отношении рабства, о котором говорил на прошлой неделе Юра. Но в данном случае он также относится и к началу дела главы, и, в общем, к основной его части, которая относится к заповеди седьмого года. И этот вопрос, какая связь между заповедью седьмого года и горой Синаи, почему вдруг книги «История освящения священников» и законы священников, неожиданно на каком-то этапе мы возвращаемся к тому, что говорилось на горе Синаи. Ведь уже прошло много времени с этим. Ведь уже построен храм, и уже все объяснения даны тому, как освящать храм, храм Скинию, как освящать Скинию, история освящения Скинии и так далее, прошло время. И вдруг неожиданно Тара возвращается к тому, что было сказано на горе Синаи. И как вкратце сейчас сказал Юрий перед началом занятия, он на прошлый раз объяснял, почему эти законы Рафа и законы, в частности, законы седьмого года, все они были сказаны на горе Синаи. Это подчеркивает наша глава. То есть это понятно, что тут у нас есть детали и разъяснения того, что было дано на горе Синаи. И далее в нашей недельной главе уже, в главе Беху Катай, есть заключение союза. И основной вопрос заключения союза, который есть в нашей главе, про который сказано это все на горе Синаи, оно происходит на основе всего корпуса закона, данным горе Синаи, или на основе того, что сказано в недельной главе Бехара. На основе важнейших принципов, которые почему-то были оторваны от всего корпуса закона и даны вот сейчас в книге Ваекра, в разделе, который относится к связи. И как бы то ни было, как бы мы не решали этот вопрос, а комментаторы решают его по-разному, тем не менее то, что вот эта вот часть законов, она выделена в отдельную единицу, и она предварена заключению союза, это подчеркивает в большой степени их важность по отношению к другим законам Тары, их некоторую принципиальную центральность этих законов в заключении союза. И для того, чтобы разобраться на самом деле в этом вопросе, я предлагаю посмотреть на различия, которые есть в тех же законах, которые нам приведены в книге Шмот, то есть там, где рассказывается о даровании Тары на горе Синаи, и так как законы Шмиты, о которых я собираюсь говорить, так как они приведены в предыдущем недельном разделе Бехара. На секунду я открою свой конспект и посмотрим. Вот написано в книге Шмот. «Шесть лет засевай землю твою и собирай плоды ее, а в седьмой оставляй ее в покое, не трогай ее, чтобы питались неимущие из народа твоего, а остатком после них питались звери пулевые, также поступающие с виноградниками твоим и с маслиной твоей». Нам понятно, что в книге Шмот – это заповедь в основном социальной. Для чего мне нужно отстраниться от получения урожая в седьмой год, чтобы оставить урожай для бедных? И мы все с вами знаем, что законы Шмиты, и мы это увидим дальше, изучение законов Шмиты, данных в разделе Бехар, что по законам Шмиты запрещено обрабатывать землю, запрещено сеять, запрещено собирать урожай. И все это для бедных. Но из того, что мы видели сейчас, то написано в книге Шмот, во-первых, совершенно непонятно, что запрещено обрабатывать землю, запрещено сеять. О чем он говорит в книге Шмот? Не собирай урожай, ставь его бедным. Не собирай клады ее. Больше того, из этого закона, как он сформулирован в книге Шмот, мы могли бы подумать, что подобно закону о рабах, когда раб работает шесть лет, а на седьмой он выходит. Это не единый год, в который все рабы выходят, как ювель. А каждый человек, он отработал свои шесть лет, а потом выходит то же самое. Каждый человек начал обрабатывать землю. Семь лет, шесть лет ее обрабатывал, а седьмой оставляет его в покое. И у каждого, этот седьмой год, у каждого отдельного человека, может быть, другой, совсем не одинаковый. И было бы действительно очень удобно, если бы это было так. Потому что, скажите, пожалуйста, действительно, в седьмой год никто не собирает урожай, и бедным есть возможность есть это в суд. Хорошо, а в другие шесть лет, от чего они будут питаться? Так, если каждого человека, отдельного фермера, свой шестой год, в этот год бедные будут есть у Абрама, а в следующий год они будут есть у Хайма, и так они могут питаться. Гораздо удобнее. Это то, что представляется нам из книги Шмот. Но в разделе «Бехар» мы видим совсем другую картину. Еще раз мы посмотрим на нее. «И сказал Господь, машина горит сына, и говоря, говори сынам Израилев, и скажи ему, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». То есть сразу видно, что наше предположение, что у каждого своя отдельная шмита, это не проходит. То есть и слова «шмита» здесь вообще нет. Это называется «Суббота Господня». «Шесть лет засевай поле свое, и шесть лет обрезывай виноградник свой, и собирай плоды ее из земли». Не так, как там. Там сказано «шесть лет собирай урожай», а в седьмой не надо. А тут «шесть лет засевай, и шесть лет обрезывай виноградник, и собирай плоды». А в седьмой год суббота покоя будет для земли. То есть для всей земли одна суббота покоя. И покой для земли – это значит, что не обрезать. Как сказано, суббота Господня, поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. То есть ничего нельзя делать. Земля должна покоиться. Что само вырастет нажатой твоей, не сженай. «Собирать урожай нельзя, сохранившийся лоз твоих не снимай, год покоя добудет для земли. И добудет суббота земли вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабу твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, которые живут у тебя. И скоту твоему, и зверям, которые будут на земле твоей, добудет весь урожай в пищу». То есть мы увидели здесь много различий. Во-первых, седьмой год общий для всего народа. Во-вторых, нет слова «шмета». И это очень важно, потому что название «суббота Господня» перекликается очень сильно вообще с понятием «суббота». Как суббота единая для всего мира, так суббота единая для земли, для всей земли Израиля. И это явным образом не социальная суббота, которая создана для бедных, потому что для нее должны с этой земли ты должен и сам питаться, и твои рабы, и так далее. В общем, нигде не оговорено специально, что это сделано для бедных. Важный момент, что заповедь седьмого года «шмот» возложен на человека, 6 лет засевая свою землю. Тогда как в нашем разделе заповедь «шметы» относится, безусловно, к земле. Земля должна отдыхать, она должна соблюдать субботник Бога. И если там, мы говорили, что «свою землю шмот», то здесь фокус на том, что земля, там не лежит Богу. И это основа земли. То есть ты должен понимать, что все, что творено в мире, оно, в общем, не твое. И в каком-то смысле все законы недельного раздела Бехара, они такие коммунистические. И ни у кого, на самом деле, нет собственности. Все в мире, все принадлежит Богу. То есть то, что у тебя есть, это временное владение, не настоящее владение. Это такой идеальный взгляд. Взгляд сверху тогда. Взгляд святости. Это не то, что вообще говоря применимо в нашей жизни, потому что в нашей жизни есть законы собственности. И их мы изучали в книге «Шмот». Таким образом, в нашем разделе отражен аспект владения Бога и власти Бога над землей. И в этом заключается, так же, как в соблюдении заповеди субботы человека, в этом заключается признание Бога как творца мира, которому он принадлежит из-за этого право собственности. И из-за этого ясно, что запрещены все работы и не может быть никакой личной субботы. Но хотелось бы добавить, это как раз связано с нашим недельным разделом, что земля не просто принадлежит Богу, она здесь выступает как субъект, а не как объект. И вот в нашем недельном разделе, когда говорится о наказаниях, она говорит, тогда земля заберет свои субботы. Она буквально действует как некоторая самостоятельная личность. И поэтому так важно подчеркнуть, что человек должен признавать вот эту личность земли, что он не должен относиться к ней как объект. Отстранение от работы, от обработки земли в субботний год – это значит признание прав земли на отдых. И изменение отношения к земле от субъекта, отношения как к субъекту – это очень важный момент, так же как в отношениях между людьми. Если мы относимся к человеку только как к объекту и строим свои отношения с ним на то, какую пользу он мне может принести. Допустим, я выхожу замуж, чтобы уйти от одиночества, чтобы обогатиться, чтобы получить определенный статус, чтобы завести семью, как у всех. В принципе, все это допустимо, все это разрешено. Но если это единственное отношение, то на этом невозможно строить отношения между людьми. Так же, как выходить замуж, так же, как заводить друзей. Даже если друзья полезны друг другу, это не будет никогда настоящими правильными отношениями между людьми, между братьями, когда все отношения строятся только на том, ты мне, я тебе, какую пользу я могу от тебя получить. А важное в отношениях – это личные отношения, личная глубокая связь, в данном случае, не только между человеком и человеком, но также между человеком и землей. Следующий этап. Мне хотелось подчеркнуть конец прошлого недельного раздела, который на самом деле по христианскому делению вообще относится уже к нашему недельному разделу. Потому что совершенно им было непонятно, каким образом эти последние стихи раздела «Беха» продолжают тему предыдущей главы. Сказано в начале 26 главы «Не делайте себе идолов, и кумира из Талбании ставьте у себя». То есть мы все время говорили о шмете, мы говорили о рабстве. И вот неожиданно возвращается к теме долпоклонства. «Ибо я, Господь, Бог ваш, и субботы мои соблюдаете неожиданно, суббота я сюда влезла, я Господь». И это все в добавление к тому, о чем мы говорили, о шмете, о рабстве, и добавок еще о запрете долпоклонства и обязанности соблюдения субботы. Почему они вклинились сюда, перед заключением завета? И представляется, что вот этот вот комплекс заповедей, как шметы, так и взаимоотношения между человеком и человеком, также отрицание и долпоклонство и заповедь соблюдения субботы – это в некотором смысле база, на которой держатся все остальные заповеди. То есть, если этого нет, то рушится весь завет. И наказанием является изгнание, и наказанием является разрушение храма. То есть, наказание за нарушение вот этих заповедей. И интересно, что когда после Бавилонского изгнания в эпоху Второго храма возвращается, Эзра и Нехемия возвращают народ в землю Израиля, они заключают союз. В книге Нехемия описано заключение союза, и также в книге Нехемия сказано, в частности, чтобы у других народов, стран, которые привезут товары и всякие продукты в день в субботник на продажу, не покупать они в субботу. Мы строго будем соблюдать субботу, и святые дни, и чтобы в седьмой день, и чтобы в седьмой год оставить землю и взыскание долгов. Да, до взыскания долгов мы еще, наверное, дойдем. То есть, соблюдение субботы и соблюдение субботнего года – одна из важнейших вещей, которые Эзра и Нехемия требуют от народа заключения союза. Потому что они понимают, что это вот троугольный камень, это такие вещи, за которые народ был изгнан из своей земли. И дополнительно, что они заключают союз и взяли в себя заповедь давать третью часть в Шекеле и в животное для службы в храме Бога Нашего. То есть, заповедь святости земли Израиля, отношения земли Израиля – это вот такая важная заповедь, за несублюдение которой потом следует изгнание, как это написано уже в главе Дахукатай. Надо еще добавить, что, наверное, есть еще третий взгляд. Это завет книги, который заключается в книге дворим. И в книге дворим довольно часто, там есть много особенностей книги дворим, но довольно часто она вроде как медраж, вроде как улаживает противоречия, вроде бы существующие в предыдущих книгах. И если мы видели разницу между книгой Шмо и книгой Вейкра в отношении заповеди Шмиты или заповеди седьмого года, потому что в одном месте она называется заповедью Шмиты, а в другом заповедью субботой Господней, субботой земли. И там, интересным образом, совсем другие аспекты этого седьмого года. Книга дворим, она дополняет еще то, что у нас осталась незаполненной клеткой. И как она дополняет, она говорит так, к концу седьмого года делай Шмиту. То есть она возвращается к названию, которое дала книга Шмот. Шмита состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который даст долг ближнему своему, простил и не взыскал ближнему своего из брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. То есть совсем другой аспект. Неожиданно выясняется, что Шмита – это прощение долгов. На какой вопрос отвечает книга дворима? Перед ней есть книга Шмот, в котором это социальная заповедь и забота о бедных. И, казалось бы, все было прекрасно до того, как мы не объявили, что седьмой год он един во всей земле. И что же бедные будут есть, как они выживут, если это только один год у них есть возможность питаться от чужих полей. А вот у них есть такая возможность, что в этот седьмой год прощаются все долги. Бедный может одалживать какие-то деньги или что-то там одалживать на пропитание. И в конечном итоге, и о нем заботится книга дворим, и она добавляет заповеди седьмого года, что он также не забывает бедных. И вообще взгляд книги дворим, я не буду подробно уже на этом останавливаться, тогда, как книга Вейкра, она сосредоточивается на земле, на потребности земли, и во многих отношениях она готова к примирению человека и земли. Изгнание в книге Вейкра у нас не тотально. Когда земля вернется в свои субботы, в какой-то момент она может примириться с человеком. Когда, как в книге дворим, фокус на человеке, и человек, который не соблюдает заповеди, он просто изгоняется изгнанием, наказанием, а не способ исправления, и не совсем очевидно, в книге дворим возможно ли возвращение или нет, но это уже отдельная тема, я ей, наверное, сейчас не буду касаться. Можно было бы еще упомянуть о том, что связь человека с землей, она постоянно проходит через все, через сутору, она начинается с того, как изгнание человека из Ганеды, она продолжается грех кайна, когда земля наказана на него, и в поколении потопа землян, оказывается на него. Но это, так сказать, тоже отдельная тема, об этом я только хотела намекнуть. Потому что, мне кажется, важным в этой связи о том, что я говорила, что связь между человеком, между народом и землей, как она проявляется у нас в книге «Воикра», которая как раз говорит о святости. Это связь между, не просто инструментальной связь, связь пользу, человек обрабатывает землю, она его формует, а гораздо более глубокая связь. И это, мне казалось важным, в этой связи привести слова Рау Кука в книге «Урок». Я хочу сейчас их поставить. Мы не будем их подробно разгорать, потому что, конечно, на этом мало будет еще час-полтора-два, гораздо больше уроков. Тем не менее, прочесть хотя бы, мне кажется, это очень важно. И давайте ее прочтем. Страна Израиля не является для еврейского народа чем-то внешним. Что значит внешним? Неким внешним достоянием, средством для достижения цели общего объединения и поддержания материального или духовного существования народа. То есть, чем обычно является страна? Действительно, страна является каким-то светством. Она объединяет народ, который живет в ней. И это вполне нормально. И это не запрещено. Но она не может быть только этим. И она даже не может быть средством для духовного существования народа. То есть, духовная жизнь народа Израиля, которая возможна только на земле Израиля, только когда народ Израиля соберется на нее, это важная вещь. Тем не менее, этим не исчерпывается связь народа Израиля и земли Израиля. Это то, о чем я говорил, что земля, то, что мы видим из книги «Воигра», что земля, она не выступает как объект, она выступает как субъект. И отношения с ней, отношения личные. Страна Израиля – это самостоятельное целое, связанное с жизненной связью, с народом. Она соединена своими внутренними свойствами и с его действительностью, с реальностью, с существованием народа. То есть, связь, которая зародилась в свое время, когда народ Израиля пришел в землю Израиля, она не разрывается даже и в Галуте. И эта связь, она продолжается. И эта связь, она личная связь. И исходя из этого, оказывается, невозможно осознать особенности связи, святости земли Израиля и реализовать всю глубину ее привязанности посредством какой-то рациональной человеческой теории. То есть, это некоторая личная связь. Кстати, мне кажется, что также между людьми мы не можем определить точную связь между двумя людьми, личную связь. Это происходит на каких-то других уровнях, не определяемых на рациональном уровне. Мы только через Божественный Дух, пребывающий на всем народе в целом, в естественном духовном отпечатке в душе Израиля. То есть, в душе Израиля, в чем-то, что символизирует весь народ Израиля, там, туда привязана вот эта вот связь с землей. И так эта душа Израиля посылает свои линии естественных цветов во все проявления здорового чувства. То есть, так получается, что весь народ Израиля подспудно, осознанно, неосознанно, он реализует вот эту связь. И высвечивает его высшее сияние в соответствии с мерой высшего духа святости, который наполняет жизнью и высшим наслаждением сердца святых идей и глубин израильской мысли. Ведь я сказала, что мы не все будем здесь разбирать. Но мысль о земле Израиля, что она обладает внешней ценностью, то есть инструментальной, для объединения народа, даже когда идет речь об укреплении еврейской идеи в диаспоре, сохранении его характера, народу в смысле, и укреплении веры и трепетом, перед Богом имеется в виду, и сохранение соответствующего соблюдения заповедей. И вот такая мысль о земле Израиля, что она нам поможет, как говорит, в Галуте поддерживать еврейскую жизнь. И даже не только в Галуте, что вообще она инструмент для чего-то, она не дает прочных кладок. Так как такая основа колеблит высшую ценность святости земли Израиля. Истинное принятие идеи иудаизма в диаспоре придет только из глубины, заключенной в земле Израиля, и сладость из земли Израиля навсегда получит качество, ее сущности. То есть и личности, ее истинного содержания. Этот кусочек он заканчивает словами таким. Ожидание спасения, определяющее силу иудаизма изгнания. То есть, когда мы в изгнании, мы живем ожиданием спасения. И для нас, когда земля Израиля, это можно быть инструментом. А иудаизм земли Израиля, это само спасение. То есть, связь это земля Израиля. Она реализует избавление, спасение. Как бы это не было, как не переводить. Спасибо за внимание. Какие есть вопросы к Нихаме? Тишина. Ну, я как-то так. Ну что, если вопросов нет, переходим ко второй части. Нихама. Да, конечно. Перехожу. Перехожу. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сейчас я попробую так продолжить то, что нам сказала Нихама. Перейти к главе Дехукаттай и прочесть только два пасука этой главы. Значит, вот вся система заповедей и запретов, которые нам излагает Тора, она, ну так, на примитивном уровне, не подумайте, что я говорю именно об этом, но на самом примитивном уровне это можно воспринять как некий такой уголовный кодекс. Вот если ты делаешь так и так, то это хорошо, а если ты делаешь не так и не так, то это плохо и за все хорошее полагается награда, а за все плохое полагается наказание. Но это подход очень примитивный и сейчас мы с ним будем бороться. И для того, чтобы с таким подходом бороться, мы вспомним книгу Берешит. Вот если Нихамов вспоминал книгу Шмот, я сейчас вообще вспомню книгу Берешит. И там была такая история, когда Яков ушел из своего родного дома и, так сказать, там была опасность, конфликт между братьями, брат готов был его убить и спасая свою жизнь он ушел в Харам, где нашел себе жену. Так вот, по дороге он остановился как раз там, где живет Нихама, в Бейтеле. Извини. Ты уже не в Бейтеле? Я давно там не живу. Извини, пожалуйста, для меня ты в Бейтеле. Не-не-не, там и дома даже нашел. Нету, значит, нету. Тоф, так вот, неважно, там, где раньше жила Нихама, в Бейтеле, Яков остановился на ночевку и во сне увидел лестницу, которая установлена, идет с неба и установилась на нем там и так далее. И одно из объяснений этого сна говорит о том, что все в нашем мире подчиняется определенной иерархией, что мир это не бессмысленный какой-то вот конгломерат разных явлений и прочее, прочее, а это вполне упорядоченная структура. Вот есть ступеньки, по которым идет движение от человека к Всевышнему и от Всевышнего к человеку. Вот там малахи Всевышнего поднимаются и спускаются по этой лестнице. И дальше мы во многих местах Торы увидим такую иерархическую структуру. Ну, скажем, по отношению к храмовой службе, вот начиная со строительства Мишкана в книге Шмот, происходит некое иерархическое разделение народа Израиля на когенов, которые служат непосредственно в храме, на левитов, которые занимаются некоторыми вспомогательными работами, и на простых израильтян, которые приходят в храм, приносят свои карбонот, жертвы и так далее. То есть во всех, буквально во всех ситуациях мы наблюдаем вот такую лестницу, такую определенную иерархию. И, скажем, когда в книге Бамидбар, нет, в книге Бамидбар забегать не буду, успеет. И вот сейчас я возьму два пасука из книги Беху Каттай. Как раз пасуки, посвященные тому, что будет, если будете плохо поступать. Итак, Ваекра 26, пасуки 14 и 15. А если не послушаете меня и не будете делать всеми цвот эти, и если законы мои презрите, и если судами моими отвратится душа ваша, чтобы не делать всеми цвот мои, нарушая союз мой. Ну, вообще говоря, на первый взгляд, это значит, простая такая статья, как я уже говорил в кавычках Уголовного кодекса. А вот если вы то-то и то-то нарушаете, то будет вам нехорошо. Казалось бы, все очень просто и понятно. Вот если тот завет, который я с вами заключил в книге Шмот, и еще раз, и еще раз, и если вы его нарушаете, будет плохо. И я хочу рассказать о комментарии Рава Гирша. Тут надо вспомнить, кто такой Рав Гирш. Это был равин города Франкфурт в Германии. Жил он с 1808 по 1888 год, то есть от начала 19 века до конца 19 века. И вот на время работы Рава Гирша равином Франкфурта пришла пора возникновения немецкого течения реформизма. Среди немецких евреев возникло течение реформизм, главная идея которого быть евреем дома и человеком на улице. То есть мы немцы закона Моисеева. Мы все как немцы, и вот мы все делаем как немцы. А так сказать, то, что некоторые немцы ходят в костер, потому что они католики, а некоторые ходят в кирху, потому что они протестанты, так вот есть такие немцы, которые ходят в синагогу, потому что они в какой-то мере евреи. И вот с этим течением еврейского реформизма собственно Рав Гирш и боролся. И боролся очень интересно. Давайте рассмотрим еще раз вот эти два пасука с точки зрения Рава Гирша. Я включу. Вот так. Значит, я назвал сегодняшний свой разговор вниз по лестнице идущей наверх. Значит, Рав Гирш делит эти два пасука на пять шагов. Вот первая часть. А если не послушаете меня и не будете делать всеми вот эти. Первая половина 14 пасука. Ключевое слово послушайте. Ну и здесь я вас отсылаю к тексту молитвы Шма Исраэль слушай Израэль. Мы об этом тексте говорили в соответствующем месте. Так вот речь идет о том, что у человека нет желания постоянно изучать, ну обобщенно говоря Тору, да, то есть постоянно пытаться понять волю Всевышнего, а что он от нас хочет, а что такое хорошо и что такое плохо. И не на примитивном уровне, а на уровне серьезного непрерывного рассмотрения. Так вот отсутствие регулярной учебы, об этом говорит наш медраж, это Торат Куаним медраж, и там сказано так, все, что не учил, не делает, потому что человек способен с полным знанием делать то, что он воспринял как свое. так сказать, вот если человеку в результате регулярной учебы, если он какой-то принцип иудаизма воспринимает как свой внутренний, не как какой-то внешний, вот есть какие-то правила, которым надо подчиняться, ну потому что, потому что и потому что, а просто ну как, ну я не могу иначе, но все равно, как там, я не знаю, вставший утром не умыться, да, не потому что там это самое, какие-то есть правила мойте, там это надо-надо умываться по утрам и вечерам, просто за долгие годы жизни человек воспринимает это правило не как внешнее для себя, а как свое собственное, так вот точно так же, если человек постоянно занимается, постоянно это не значит 7 на 24, постоянно это значит регулярно, и если человек постоянно занимается учебой понять, что хочет от меня Всевышний, то тогда он и будет делать, есть такая знаменитая фраза, которая часто повторяется, если вы знаете, но не делаете, то скорее всего вы ничего не знаете, а если вы делаете, но не знаете, то что же вы тогда делаете, так вот, если вы занимаетесь регулярной учебой, то тогда вы будете делать митцвод эти, а если вы не послушаете меня, то есть если для вас это регулярная учеба есть нечто непонятное, ненужное, и вы этим не занимаетесь, то вы не будете делать эти митцводы, и это первый шаг вниз, значит, обратите внимание, как я нарисовал страничку, да, это такая лестница, спускающаяся вниз, итак, следующая ступенька, вторая половина 14-го пасука, и если законы мои презрите, значит, вот ключевое слово презрите, и это уже другой момент, смотрите, я не слушаю, то есть не занимаюсь регулярно, и тогда я перестаю делать, но если я не делаю, то я должен в глубине своей найти самооправдание, а почему я этого не делаю, так вот, я в этой ситуации я не буду говорить про себя, нехорошо говорить лошонара про себя, так вот, на второй ступеньке у человека возникает желание ощутить ущербность своего еврейского бытия, то есть он начинает думать, что те обязанности, те правила жизни, та идеология, которая на него накладывает еврейство, это что-то старое, это что-то там, я не знаю, средневековое, в глубоком прошлом, а вот мы сегодня современные, прогрессивные, и тогда он начинает воспринимать вот это презрение к законам как продвижение вперед, как стремление прогрессу, миллион раз слышал от людей, ну подожди, говорили мне, я понимаю, говорит, не работать, это там, я не знаю, не копать землю, там еще что-то не делать, но если я нажал кнопку и включил компьютер, если я ответил на телефонный звонок, ну какая же это работа, это же прогресс, мы все с компьютерами, мы все с телефонами, почему я не могу этим пользоваться в шаббат, так говорили мне. Значит, так вот, презрение к законам воспринимается как продвижение, воспринимается как возможность ощутить себя лучше многих, застрявших в темном средневековье. И на эту тему Медраж говорит, всякий, кто не учится и не исполняет, смотри ступеньку номер один, придет к пренебрежению к остальным, но это еще не конец падения. Дальше идет третья ступенька вниз, я напоминаю вам, что речь идет о спуске, третья ступенька вниз, и если судами моими отвратится душа ваша, то есть ключевое слово отвратиться, значит, вот такой, ну, в кавычках, ренегат, он переходит от своего, вот, я прогрессивный, я такой, а эти все остались в далеком средневековье, он переходит к открытой вражде, к самой еврейской общине и ее руководителям, мудрецам, которые отстаивают еврейские ценности, потому что подобный ренегат, который воспринимает свой отказ от еврейских принципов, как прогрессивное явление, да, я напомню, что немецкие реформисты, они, так сказать, по сравнению с классическим иудаизмом, считали себя очень прогрессивными, что мы-то на уровне великого девятнадцатого века, а эти застряли в одиннадцатом веке, там, когда работал Раши, или в четырнадцатом веке, когда работали первые каббалисты, мы прогрессивные, мы в великом девятнадцатом веке, и тогда такие евреи-ренегаты приобретают уважение в глазах неевреев. Я назову одну фамилию, которую, может быть, многие знаете, есть такой нобелевский лауреат, между прочим, величайший лингвист и философ современный, который действительно в области лингвистики открыл, ну, я не знаю, как Ньютон в области физики, нечто такое принципиально новое. Ноам Хомский живет в Соединенных Штатах Америки по происхождению евреев. Значит, большего антисемита и человека, выступающего против государства Израиля, найти трудно. И, так сказать, вот, поскольку его многие в мире очень уважают, так сказать, за его научные достижения, все вот это, то также прислушиваются к его мнению о том, что иудаизм устарел, государство Израиль надо закрыть и все такое прочее. То есть, на третьей ступеньке возникает открытая вражда ренегата к еврейской общине и к ее руководителям мудрецам. Почему? А потому что спорить с ними, спорить с еврейскими мудрецами, находясь на позициях иудаизма, ренегат не может. Он не может найти логических, каких-то вот интеллектуальных обоснований неправильности еврейской позиции. И поэтому он валит на них, а, все это плохо, начинает эмоционально, так сказать, бороться против иудаизма. На уровне сам дурак, а у вас негров линчуют. И об этом Медраж не замедлил сказать. Всякий, кто не учится и не исполняет, придет к пренебрежению к остальным, а затем к ненависти к мудрецам. И отвратится душа ваша. Но это еще не последняя ступенька вниз. Значит, дальше написано, чтобы не делать все медсвод мои. И в этой ситуации человек, который прошел вниз вот эти четыре ступени, начинает действовать активно против того, что, по его мнению, не заслуживает уважения. Ренегат становится антисемитом. Ему кажется, что за ним весь прогрессивный мир, все прогрессивное человечество. И он уверен в победе, потому что это борьба за счастье всего человечества. Вы там, значит, пейсаты, сидите в своих синагогах, ничего не понимаете, а мы боремся за счастье всего человечества, и поэтому мы правы. И я вам назову еще фамилию. Шилан Диманштейн. Это был человек, который родился в конце 19 века, жил в советской России, участвовал в создании первых еврейских политических партий, с 1917 года перешел к большевикам и в Центральном комитете партии большевиков был начальником еврейской секции, точнее, Центрального бюро еврейских секций. Еврейские секции создавались во многих райкомах и откомах, где жили евреи, а при Центральном комитете было Центральное бюро еврейских секций Шилан Диманштейн. Так вот, это был еврей, это был человек, родившийся евреем, это был человек, который учился в Хедере в Ешие, но только потом он поверил в борьбу за счастье всего человечества и эта борьба сделала его страшным антисемитом. И работа Шимона Диманштейна привела к физическому уничтожению тысяч раввинов на территории России и СССР, к закрытию и уничтожению синагог, к сожжению свитков Торы, к тому, что люди, которые пытались преподавать еврит, которые пытались заниматься какой-то сионистской деятельностью, оказались в сибирских лагерях и многие там погибли и за все это мы должны быть благодарны не только благодарны в кавычках вы понимаете не только партии большевиков в целом, но и конкретным организаторам и исполнителям этого антисемитского ужаса в частности Шимон Диманштейн. И Медраж Торат Куанин он и на эту тему говорит всякий кто не учится не исполняет пренебрегает остальными ненавидит мудрецов придет к недаванию возможности исполнять другим. Значит обратите внимание что этот Медраж был написан за много столетий до комментария Равы Гирша. То есть есть такая замечательная фраза философская все что будет в будущем уже есть сегодня в своем зародыше. То есть все можно увидеть и представить. Так вот что бы не делать Медзвот Мэйн и вот эти вот четыре ступеньки и я очень неслучайно сказал что это лестница. А лестница вспоминаем сон Яакова можно идти Малахи Всевышнего по лестнице идут снизу вверх и сверху вниз. И вот эти вот четыре ступени они на самом деле для еврейского ренегата оставляют самую главную возможность возможность шувы. И находясь здесь здесь или здесь человек может вдруг как там по-польски опоментайтесь по-новой он может одуматься он может ужаснуться схватить себя за голову что же я делаю на меня смотрят мои предки которые уже не со мной они ушли но они же видят меня они же видят что я сейчас делаю им же сейчас стыдно и находясь здесь здесь или здесь человек может развернуться и начать карабкаться по этой лестнице обратно и выйти наверх если он этого захочет свободу воли никто не отменял но если он этого не захочет то предстоит пятая ступень это завершение пятнадцатого пасука нарушая союз мой то есть в переводе так сказать на несколько другой язык это карет отрезание от источника источников от общееврейской души к нес от израиль это прямое и воинственное утверждение всевышнего нет простите а вот как насчет четвертой ступени разве там не было нет четвертая ступень это на самом деле не это здесь речь идет о том что всевышний то конечно есть как в том анекдоте про волочку сейчас не буду отвлекаться всевышний есть но только вы все вот там эти пейсаты в синагогах вы пытаетесь закрыть простые понятные великие идеи всевышнего от всего человечества от всего человечества а мы борцы за счастье всего человечества мы эти идеи всему миру и все будет очень хорошо вот о чем идет речь на третьей четвертой ступени а вот здесь человек делает последний и окончательный шаг нет всевышнего и докатившийся сюда до пятой ступени он утрачивает саму лестницу вот эту он вот так спускается 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 и здесь можно как бы подняться обратно если в какой-то момент одумается а вот здесь человек отрицает всевышнего падает окончательно и у него уже нет возможности шубы он утрачивает способность вернуться назад и он обретает бесчувственное спокойствие ну что-то такое подобное мы обсуждали когда говорили о строительстве Ваглонской башни когда человечество решило под руководством Немрода сделать себе имя не надо нам никакого всевышнего с его заповедями с его наградами и наказаниями мы сами себе хазиева мы заткнем эту дырку в небе и сделаем имя себе мы сами будем начальниками и вот это последняя стадия падения вниз спасибо за внимание какие есть вопросы судя потому что вопросов нет или если вопросов нет я чувствую как бы что я затянула немножко свое выступление я там через многие вещи перескочила но все-таки я хочу добавить то что у меня я думала об этом когда размышляла об идее связи человека с землей и я хочу направить этот вопрос уже не не ответ это скорее вопрос к слушателям мы поняли из вторых из философского размышления рабокупа что есть глубокая интимная связь человека с землей не как с объектом который ему приносит пользу но так же и как с некой сущностью некой личностью и это обусловливает связь вообще всего народа с землей Израиля это вещь необыкновенная но я как раз размышляла что на каком-то этапе развития человечества возможно и у других народов проявляется вот такое непрагматическое отношение к земле не только прагматическое это не просто место которое объединяет народ на котором можно строить заводы и фабрики полезное ископаемое нефть и урожай но это также место которое дает как-то у него есть какие-то собственные потребности и собственное понимание и собственный характер и таким образом может быть и другие народы вообще говоря могут найти эту связь личную между ними и землей и это для меня это открытый вопрос непонятно куда история в принципе движется и чем это все закончится я его обращаю к слушателям и если у кого-то будут идеи у меня не вопрос у меня маленькая ремарка к выступлению Ури Хомский не является лауреатом Нобелевской премии Нобелевская премия по языкознанию не присуждается вообще а литературой он не занимается но он какой-то очень умный он действительно очень умный его сейчас считается таким умным я-то в общем-то не считаю его умным откровенно говоря он сторонник анархических либерториально-социалистических идей Михаила Бакунина это говорит о большом уме человека я я не языковед может быть он в языковидении большая величина но можно представить что в определенной области где человек который изучал всю жизнь который дает каких-то вещей он действительно его способности в эту область направлены а в других вещах он думает что смыслит но на самом деле не смыслит так бывает нет так бывает но я именно об этом и говорю да так что то что Юра говорит что он умный он может быть в языковидении он действительно умный наверное да да нет мы спорим кто еще вопросы ну тогда если вопросов нет Нихама наверное будем завершать давайте оставим будем рады вас еще оставайтесь с нами следующий вторник да кстати между прочим хазак хазак вы нет хазак мы завершили изучение книги Ваика и следующий вторник мы начнем книгу Бамидбар да ну да 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 я поскольку у меня через неделю бывает есть курсы я не могу каждую неделю так что это будет опять из меня ну в следующий вторник мы начнем Бамидбар никуда не денемся ну значит со мной через две недели а с тобой через две недели а ты будешь про ошибку разведчиков рассказывать ну Бамидбар шла посмотрите кто в голову придет ладно до свидания спасибо вам спасибо